Вишенгти – телефоны подман. У Беларуси зарегистрованы уже сотни охвяр нового вида махлярства. Злоумысники телефонуют, представляются работниками службы безопасности банка и по разных подставах высветляют конфиденциальные дадзины у ладальника банковской картки. В пора унании с аналогичным передом минулого года у Гомельска в области колькость потерпелых от телефонного махлярства возросла у троя. Злоумысники спосылаются на то, что с рахунку небыто зробленный, не санкционованный грошовый перевод, а бона человека помылково оформлены кредиты и просят поведомить номер картки, ПИН и охуный код. После отримания дадзинных с рахунку охвяры сдымаются реальные гроши. В случае поступления подобных звонков следует немедленно завершить разговор. Обратиться в контакт-центр банка, выпустившего карточку по номеру с официального сайта банка или указанному на самой карточке. Рассказать о ситуации и далее следовать рекомендациям сотрудника банка. Хочу обратить особое внимание, что для защиты денежных средств клиентов у банка есть вся необходимая информация. Банк не должен спрашивать у держателя карточки ни реквизиты карточки, ни паспортные данные. Поэтому никогда никому не сообщайте, в том числе посредством мобильной связи, информацию, размещенную на обеих сторонах вашей банковской платежной карточки, номер, дату, код. Никому не сообщайте коды, которые банк направляет вам в виде смс. Коды на отдельной карте, выданной в банке, логин и пароль, иные цифровые и буквенные коды. Будьте уважливыми, такая форма махлярства далека не одиная. У злоумыслников есть еще несколько схем легкого заработка. Сярутых узлом сторонки в социальных сетках и установка специального программного забеспечения на смартфон, по кулях вяра думая, что допомог человеку дал потелефоновать. Пильным важно заставаться во всех сферах. Раем так само погутрыть на эту тему со своими детьми и пожилыми родными. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...